Дарья, добрый день! Добрый день! Мы, казалось бы, только недавно виделись с вами, и вот уже прошло два с чем-то месяца, правильно? Вообще, да, пролетело. Коллеги, всем привет! Сегодня у нас встреча из серии «Путь преподавателя», где я встречаюсь с преподавателями разных иностранных языков, поговорить о том, собственно, как коллеги стали преподавателями, какие были трудности на этом пути, про работу на себя, про работу в найме, про выход из найма на работу на себя и наоборот, в общем, у кого какая история про преподавание языков и про то, в общем-то, как нам сделать нашу работу приятнее для себя и полезнее для наших учеников. Наверное, саму идею этих встреч я вижу в этом. Встречаемся мы не просто так с гостями. Все гости на данный момент — это участники курса, которые я веду, курс я преподаю взрослым, выпускники этого курса, чтобы можно было тоже поговорить про изменения, которые в жизни людей произошли. Или не произошли, мы не знаем, пока гостей таких не было, но не отрицаем, что такое тоже может быть. Если вы смотрите это видео на YouTube, обязательно подписывайтесь на канал, это очень приятно и полезно, и у нас выходят выпуски раз в неделю с гостями, и раз в неделю ещё выходят специальные видео, которые я записываю. И так удачно получилось, наверное, для логики событий в нашем телеграм-канале «Я преподаю взрослым», что как раз только на днях спрашивали про лексический подход про учебника кауткам с преподаванием подросткам. Я в этом ничего не знаю, ничего не понимаю. Только теоретически я могу какие-то вещи предположить, исходя своего опыта быть я подростком и каких-то вещей. И вот как раз Дарья у нас такой гость, который может сегодня чуть подробнее про это рассказать. Но давайте мы начнём сначала. Мы всегда идём в одном и том же порядке со всеми гостями. Мне кажется, это логично. Дарья, расскажи, расскажи, расскажите, мы с тобой на «вы», на «ты». На «ты», наверное. На «ты», всё отлично. Вот, расскажи, пожалуйста, наверное, вот так, кто ты здесь и сейчас, да, в смысле, кому ты преподаёшь, какой, вот, вот, как ты, как преподаватель, да, с кем работаешь сейчас. И следующий мой вопрос будет, соответственно, вот с потопа и до сегодняшних дней, как ты к этому пришла. Так, ну, преподаю я в основном карапузам малышам, там 5,5-6 лет, ну, то есть таким предшкольникам, школьникам, ну, естественно, школьникам и подросткам. Часто готовлю подростков к разным международным экзаменам. А зачем, если так можно сразу спрошу, зачем подросткам международные экзамены? Ну, они им очень нужны, потому что тот, кто хочет поступить в университет в другой стране или поработать там, то приветствуется IELTS или TOEFL и в Китае, и в других странах. То есть сейчас такой вопрос, наверное, то есть сейчас-то тоже всё актуально, несмотря на... Абсолютно актуально, да. Всё хорошо, отлично. Минь крепко держится на своей оси, да. Это что, вот это? Это прекрасно. С одной стороны IELTS, с другой TOEFL. Ну, ну, ладно, подожди, а кембриджский экзамен, это да, где у тебя в этом мире. Всё, поняла. То есть по-прежнему твоя ниша, несмотря на, не пострадала? Думаю, что нет. Ну, для тебя лично нет, да? То есть, ну, у всех своя ситуация. Понятно, сразу много вопросов. Ладно, давай так, как ты к этому пришла? Да, то есть ты из тех людей, кто всегда мечтал стать преподавателем, или ты стала случайно, в общем, как ты дошла? Так, ну, я из тех, кто родился преподавателем, на самом деле. То есть... Так тоже можно. Да, так тоже можно. Я лет, наверное, с пяти, может, раньше. Не, ну, я ещё хотела быть очень балериной. Я тоже хотела быть балериной. Это я первой жизнью узнала, что какие-то вещи уже в шесть лет, а уже поздно. Ну, у меня было всё вовремя, но я до сих пор не знаю, кто тот человек, вообще, как так случилось, но я почему-то... У меня откуда-то взялась идея, что балеринам нельзя иметь детей. На этом моя карьера закрылась просто в одночасье. То ли я какой-то фильм посмотрела, то ли мне кто-то сказал. В общем, с тех пор я знаю много балерин, у кого есть дети, но я не жалею. Дальше стоял вопрос только между быть врачом, потому что я из потомственной семьи врачей прям, или быть преподавателем. Тут, как говорится, возобладал страх. Я реально испугалась ответственности. Я прикинула, что в общем и целом у каждого врача есть своё кладбище, и я в общем и целом слишком ответственной, ну, прям гиперответственной, и моя нервная система это плохо выдержит. А вторым фактором было то, что у меня не было в школе биологии. Потом я была на стыке с психологией, я думаю, в принципе... Ну, дальше я уже очень увлекалась детьми, именно воспитанием детей, образованием детей. Ну, это вообще у меня в семье была традиция, то есть у меня там выписывали педагогический вестник и всё такое. Я прям любила. Я там в 12 Сухомлинского прочла, но у меня в школе, я училась в такой очень хорошей школе, и у меня была философия, и читали её прям преподаватели с философского факультета МГУ. Мама у меня закончила МГУ, у меня была мечта в МГУ. И когда встал вопрос выбирать, я выбирала между поступить в педагогический на ИНИАС без экзаменов, потому что выпускные нашей школы засчитывались туда. Либо попытаться на философский факультет, и я попыталась. Самое интересное, что по английскому я получила 4, а за историю я получила 5. Очень расстроилась. Как-то моё самосознание... Поступила, подожди, поступила. Да, оказалось, что ведущий-то экзамен истории ни разу не пожалела, ни разу. То есть ещё как-то там в молодости были сомнения. Всё, что потом просто каждый раз люблю, не могу, обожаю свой философский факультет. Философией по-прежнему занимаюсь. Если бы не иностранный язык, точно повернулась в философию. Прямо профессионально. Но с 16 лет мне папа, как только я поступила, я с 6 лет пошла в школу, в 16 на первом курсе, и папа мне сказал, либо ты находишь себе подработку, либо собираешь бутылки. Вот это сурово! Я дала объявление «возрук в руки», как сейчас помню. И через месяц я работала репетитором английского. То есть, получается, на первом курсе философского это ты пошла преподавать английский благодаря чуткому вниманию и заботе твоего папы. Да, плавать он меня учил примерно так же. Понятно. Вот сейчас мне в этом плане не хватает, чтобы меня кто-то в бизнес так бросил. И с тех пор, ну, на самом деле, то есть это не было случайностью, я всегда мечтала преподавать английский. Мне очень нравилось, причём мне прямо вот с 10 лет, как я начала его учить, я поняла, что английский – это просто окно, даже не окно, это широкий проём в мир. То есть, когда ты не знаешь английского, ты смотришь через замочную скважину, а это просто вот тебе распахивается всё, ты получаешь информацию здесь и сейчас. Ты не ждёшь ни перевода, ты не ждёшь интерпретации. Ну, то есть, да, тут могут гавкнуть. А тут мяукают. Если что, я выключу звук и отправлю в другую комнату. Соответственно, с тех пор, так или иначе, это и стало моей профессией. Потом я просто закончила курсы переквалификации, получила диплом, и там же потом меня позвали преподавать в этот университет, и так я и преподавала. И таким образом уже 31 год я преподаю. И на философии я занималась, философией семьи и образования, поэтому я в этом как бы так и остаюсь. Поэтому язык для меня это инструмент, это никогда не самоценность. Если честно, я не очень как бы, нет, я понимаю, но это не моё там копание частотности артикля поэзии Шекспира. И как-то с детства я понимала, ну, прям с детства, что, собственно, немногим это нужно, а умение говорить, читать, пользоваться, это прям многим нужно. У меня очень просто откликнулось, хотела прокомментировать этот момент, потому что я в это тоже себя чувствую, наверное, до сих пор даже, хотя я как бы уже в преподавании с 13-го года, как официально для себя считаю, с момента своей селты, но я тоже чувствую разницу, наверное, между теми, кто пришли в преподавание из, может быть, из педагогики лингвистики, вот, и те, кто пришли со стороны, так вот зашли, значит, вот сюда, именно разное отношение к языку, что ли, да, то есть, допустим, у меня, и, как мне кажется, в лексическом подходе очень часто, да, в первую очередь стоит человек с его потребностями говорить, как угодно на самом-то деле, да, а с другой стороны стоит некоторая такая чистота, правильность, грамотность языка, на которую мне тоже как бы, ну, я не могу сказать, что наплевать, я люблю послушать красивый язык, да, вот как изучатель языка, да, но глобально, когда я преподаю, мне, в принципе, на, опять же, в моей ситуации, на особо разный контекст, что интересно, ты готовишь к экзаменам, я нет, да, но глобально, как человек донесёт свою мысль, мне, ну, в целом, плюс-минус всё равно, но очень интересно, что у тебя такая позиция прислужит, что ты готовишь к международным экзаменам, что мне казалось, как раз там больше такого акцента на грамотности, нет? К международным экзаменам я пришла, на самом деле, через, там, школу, где я проходила подготовку к TKT, сдавала, там совершенно, вот, я просто услышала, что и готовится курс преподавателей, как преподавать IELTS, я его прошла, была в полном восторге, заодно записалась на TOEFL, TOEFL тогда не случился, он случился потом, мне так понравилось само то, как всё это раскладывается, ну, я вообще люблю сдавать экзамены, это отдельная история, и тоже с папой, как меня учили сдавать экзамены, и я как бы знаю, что это отдельный навык, можно всё знать и не сдать, а можно очень так посредственно на самом деле знать, и если ты знаешь как, то можно сдать, и даже очень хорошо, то есть это прям навык, и мне так понравилось, что я просто стала говорить, что вот и готовлюсь к IELTS, и готова готовить к IELTS, и сама готовлюсь, таким образом как-то ко мне стали приходить, и самое удивительное было для меня, что даже сдавать успешно, потому что... Я так удивлена, что вы сдали, о, спасибо! Да, потому что, ну, то есть, сама я IELTS ещё не сдавала, и только тоже, вот прям экзамен, да, то есть у меня нет сертификата, я не знаю, грубо говоря, BEND, но... Это не мешает. То есть я сразу сообщаю, да, что я вот лично, так сказать, не сдавала, даже даю контакты, где знаю, где вау-вау-вау, но люди говорят, мы с вами, нам по принципу достаточно. Если вам там, например, надо на 9, то это, ну, не ко мне однозначно, и даже на 8,5 вряд ли, а вот 7,5, это да, пожалуйста. Здорово! Спасибо тоже, что про это такая тоже, ну, мы сейчас, ты знаешь, так, это вопрос отревожающих преподавателей, да, там, можно ли готовить к экзаменам, если ты сам не сдавал эти экзамены? Можно! А можно не готовить, если ты сдавал эти экзамены и не собираешься к ним готовить, так тоже, тоже можно сдать без обязанностей. Вот, то есть на самом деле, то есть дело не в том, сдавал ты или не сдавал, но я думаю, что есть как бы опыт сдачи экзамена... Конечно, если ты сдавал, да, это ты знаешь внутрянку, да. Да, скорее даже так, ты скорее знаешь свои чувства, в какой-то момент понимаешь, ах, вот чего они тут все лисы на их заваливают, потому что там, условно говоря, они садятся, я не знаю там, ну, не то, что садятся не в тот ряд, но так бывает иногда, да, я помню, мы готовили, у нас был курс подготовки учителей тоже к CACPE, и я тогда тоже как бы сдавала, повторно ходила сдавать тоже для себя CPE, и вот у нас было все хорошо, а на, по-моему, на каком-то экзамене через неделю после нас, там или что-то где-то там, были проблемы с аудиозаписью. Ну, вот все, то есть вот какие-то вот эти вещи ты можешь почувствовать, а так я в целом как бы тоже абсолютно для меня, ну, нормально, я считаю, что если преподаватель готовит к экзамену, сам экзамен не сдал, главное, да, что здесь есть честность и прозрачность добиться. Слушай, мне еще интересно вот такой момент, как ты вот про работу на себя, как ты к этому пришла, то есть насколько это было тоже воспринято, не знаю, там, твоим окружением, тобой, вообще что-то... Нет, ну как пришла, я рассказала, либо бутылки, либо на себя. А, нет, ну тогда ладно, тогда это нечто, а ты тогда, получается, и осталась, или как? Да, у меня были перерывы на декрет, конечно, там большой, и после декрета меня просто мамочки во дворе попросили. Ну, а как вот было отношение я не знаю, тоже нормально, ненормально, то есть они говорили, что, типа, как же так, там можно же пойти работать в университет, в школу. Тут нет никакого отношения, ну, то есть, я не знаю, я его не спрашивала, я не вижу смысла спрашивать, на самом деле. Может быть, мне они и были, но ты и меня интересовалась. То есть, может быть, мне так повезло, но в целом у меня в семье все всегда как-то верят в то, что я могу, даже больше, чем я. Делай, делай, ты сможешь, ты все всегда делаешь правильно. Мне бы там иногда кто-нибудь что-нибудь сказал, они говорят, не-не-не, все, мы тебе верим. Может быть, как-то не супер меня поддерживают. Ну, вот дети так иногда скептически относятся, на самом деле я всегда... Они вообще-то помладше, они должны лучше. Ну, поэтому они относятся скептически. Интересно, почему? Особенно в подростковом возрасте это прям было такое отношение, что, ну, как бы денег-то миллионов я не зарабатываю, а молодежь же, она мыслит... Ну, у меня оба зуммеры такие. В смысле, ты занимаешься какой-то ерундой в том плане, что ты тратишь здоровье, силы и так далее, ты их туда вбухиваешь, а выхлоп где? Где у нас Феррари? Ага. Вот. У нас очень спор с сыном, особенно старшим по этому поводу, такой интересный. А он чем на Феррари зарабатывает, простите? Пока учится. Да. Но я, кстати, не сомневаюсь ни разу, что там будет Феррари, ну, образно Феррари, да? Да. Ни разу, потому что по его характеру и харизме, если он видит цель, и она его прям вот не извне, это даже не поезд. Да. Если ты не против просто ужасной... Мне кажется, вот про это никогда ни с кем не разговаривала про, как это, про финансовую мотивацию со стороны детей. Вот. Как-то ни с кем не всплывала в разговоре. Может быть, действительно... То есть я, ну, я не сильно много сама сталкиваюсь, но как будто бы там в воздухе витает, это как бы некая такая разница поколений, да, там, вот всех... Да. Но я профессионально занимаюсь разницей поколений как философ. Вот. Да, а я не... Ну, как бы... Но есть такое ощущение, что, ну, ребята помладше, они как-то очень хорошо просекли тему, значит, что есть вот деньги, что их можно зарабатывать, и вот это вот... Есть, да, такой момент? Есть, вот сейчас как раз искала когда статьи для IELTS, нашла статьи в последнем Economist про поколение, и там прям написано, что это поколение, оно усваивает те навыки очень быстро, которые нужны... То есть оно мониторит и усваивает навыки, которые нужны работодателям. Они прям нацеленно это делают. Получается, что со стороны детей, условно говоря, претензия была к тебе не то, что ты не работаешь в штате, да, а то, что... Вот как ты сказала, то, что... Ну, не претензия, как это такое, от рефлексии, такой обратный сигнал, да, а именно в том, что ты тратишь много времени, тратишь много здоровья, и оно, типа, неравноценно тебе отдаётся обратно. Правильно я понимаю, что было замечание у них такое? Ну, да, что... При том, что, ну, как бы там, ума палата, да, чего мы до сих пор в той точке, в которой мы есть. Если мы такие умные, да? Да, если что-то понятно. Строим не ходим, да. Что ты на это ответила у меня просто, если ты интересна? Ой, ну, во-первых, конечно, это было непросто, непростой был период. Я старалась себе напоминать, ах, как интересно, как всё это происходит. Потому что, ну, первое, у меня был шок, ну, мне не пришло бы в голову родителям как-то сказать. Вот, спасибо, бутылки не отправили. Кстати, вообще-то, да, да, дорогой, давай-ка ты пойдёшь сам. Да, я себе всё время напоминала, что они видят мир, на самом деле, так, как он есть, как дети. Они не видят никаких вторых, третьих слоёв. И вообще-то прислушаться бы, потому что то, что они видят, это и есть факт, против которого не поспоришь. Нет, меньше, да, ещё пока это наслоено всякого. Да, в принципе, я даже прислушивалась. Единственное, я оттуда, ну, как бы, старалась убрать эмоциональную сторону, да. То есть я всё время себе напоминала, что ребёнок не хочет меня обидеть. Ну, конечно. Ну, реально интересно. Да. Он видит картинку, как он её видит. Он же не ходит ко мне на работу, в университет. Он же не сидит у меня там на уроках. Поэтому он задаёт свои вопросы ровно из той позиции, в которой он находится. В принципе, позиция была такая, ну, вот такую роскошь я себе могу позволить. У меня есть роскошь собака, которая беспородна, но она любима настолько, что все спрашивают, какой породы. Потому что, как сказала однажды в Нижнем Новгороде, по-моему, или в Великом хороший экскурсовод, не по-хорошо мил, а по-милу хорош. Так вот, работа моя, и поэтому я её так люблю. Я её выбрала, и так далее. А на самом деле, идеальной работы нету. Как-то надо свою сделать идеальной, если уж на то пошло. И в целом, я пыталась донести, что вот у меня так, и мне так комфортно. Правда, я люблю Рено Сандеро. Это прям на пальцах, что называется, и не люблю BMW. А, я в машинах, я потерялась. Не могу ничего поделать. Не знаю, может, я люблю Феррари или Роллс-Ройс. Не пробовала, да, но вот реально, если бы они стоили одинаковую цену, я бы опять выбрала. И вообще, как бы, из тех, у кого в плане роскоши, это жизнь Цукерберга или там кого-то, когда я могу прийти в любое место в джинсах и футболочке. Я про Цукерберга тут смотрела, его футболочка, оказывается, стоит очень много денег. Нет, это понятно, но в целом, само то, что я бы хотела, вот если, да, куда стремиться, я бы хотела достичь такой экспертности, чтобы, неважно, как бы, да, что я пришла в том, в чем мне удобно. На чем приехала, на чем хотела. Да, на лошади можно, например. Кстати, было бы эффектно. В принципе, да. Получается, что ты работаешь с детьми, с подростками. Тебе это очень нравится. Да, это как раз вот та идеальная там работа, по крайней мере, по стилю, да, ведь жизни мы обсуждали, возможно, это было на курсе, я уже не помню, или с кем-то на эфире, да, про то, что тоже, как он в подкасте услышал о мысе, что мы выбираем, допустим, там, строить бизнес, по крайней мере, да, ну, работа на себя, бизнес. Там три, три было, три стратегии. Бизнес ради денег, да, то есть, ну, условно говоря, из серии, как вот строят там стартап, сделал, продал, сделал, продал, то есть, как бы, nothing personal, just business, да, никаких эмоциональных, то есть, как бы именно, то есть, есть люди, для которых деньги, просто цифра сама, даже не то, что как они будут использовать, ты такой прям супер драйвер, да, и хочется выиграть в эту игру, собрав, короче, как можно больше денег. Второй вариант, это бизнес, как стиль жизни, да, то есть, тоже, как бы, тебе, в принципе, все равно плюс-минус, чем заниматься, но ты понимаешь, там, в том, чтобы делать А, но не делать Б, ну, вот условно говоря, да, то есть, здесь, наверное, меньше, но вот именно стиль жизни, какой-то образ себя. И третья стратегия, да, это как раз, типа, путь художника, да, когда тебе, в принципе, все равно, сколько ты зарабатываешь, как там у тебя, в чем ты ходишь, да, но ты делаешь то, что ты хочешь делать, как такой творец, да, ну, то есть, там, условно говоря, там, те же, может быть, какие-то там, те, кто снимают видео, там, рисуют картины или еще что-то, да, то есть, как бы сам на себя, тебе никто не указ, ты реализуешь свое видение и живешь как художник. В общем, ну, может быть, второе, третье, чем-то похоже, но в целом такая идея. То есть, ты, получается, выбрала, может быть, как стиль жизни или как художник, да, что-то вот такую вот сторону работы для себя, а тогда интересно мне, для чего ты пришла на курс, да, вот курс, который, ну, я веду, он называется, я преподаю взрослым, то есть, уже слово взрослый вроде как бы не подходит к твоему контексту. Во-вторых, он все-таки был, мы его позиционируем через то, что мы учим преподавателей комфортно жить и работать, ну, как бы работать на себя, то есть, все-таки это курс и про деньги, и про бизнес-навыки, которые, может быть, тебя не были до этого приоритетом. Расскажи, пожалуйста, вдруг, почему ты приняла такое решение? Так, ну, во-первых, я всегда, конечно, мечтала работать именно в найме, грубо говоря, да, я прям мечтала, ну, это такие, наверное, да, детские, то есть, в тот момент, когда я повзрослела, повзрослела я там, в этом плане очень быстро, еще, соответственно, на первом-втором курсе университета, и я поняла, что такой работы больше не существует и никогда больше не будет существовать. Почему? Ну, либо она будет за такие не очень адекватные деньги, ну, то есть, из разряда... А ты имеешь... именно преподавательская работа, в смысле, как такая? Не только преподавательская, в целом, вот такой работы, это когда ты пришел, отсидел и ушел, ее будет все меньше и меньше и меньше и меньше просто в пространстве социальном, просто в связи с процессами, которые происходят, в принципе, в мире, вплоть до того, что, ну, сейчас вот я читала статьи, даже всякие Microsoft и так далее, они не набирают дополнительных сотрудников, они пытаются догрузить существующих, потому что они посчитали, что это экономит им кучу ресурсов. Соответственно, мы будем все вынуждены работать умнее, и в общем и целом, не только в рамках от столба и до обеда. Хороший найм найти, это просто вытянуть прям... Это даже не вытянуть билет, это прям долго искать. Это тянуть много билетов, да? Это тянуть много билетов, да. Ну, то есть, хороший найм есть, но это прям работа, работа его найти. Его, ну, правда, немного, тем более, что я точно понимала, что мне нужна такая бирюзовая корпоративная этика. И чем дальше я развивалась, тем больше я понимала, что с этим сложно. В общем, почему пришла на курс? Во-первых, после ковида как-то схлопнулись такие общественные связи. Я не могу сказать, что я чувствовала себя изолированной, потому что у меня очень много интересов, соответственно, везде состою в группах, развиваюсь там. Но вот именно относительно преподавания как-то образовалась небольшая пустота. И второе, честно говоря, я скучаю по взрослым. В смысле, как по людям или как по ученикам? Как по общению просто со взрослыми? По общению со взрослыми людьми, а взрослым, да, да. Как понимаю? Потому что даже, когда я общаюсь с друзьями, всё равно получается, что большинство из них всё-таки женщины, большинство из них мамы. И когда ты педагог, то к тебе всё время обращаются с какими-то такими темами, которые всё равно рано или поздно замыкаются на детях. А вот обсудить не детей, и не подростков, и не образование, уже прям немножко вакуум. И я даже провела исследование, я хотела в бизнес-сообщество какое-нибудь присоединить. Да. Тоже можно, да. Да, ну ценник впечатлил немножко меня. А, то есть мы немножко демпингнули, да, нам надо повысить, можно повышать, понятно. И именно такие, где, ну, как бизнес-клубы, вот, существуют, да, и когда я услышала про бизнес-сообщество, то есть я в нём давно в ТТТ, но как-то я не пользовалась, можно сказать, но у меня где-то фоном было, и я поняла, что я хочу, я помню, первый, первый, первые потоки я ещё подумала, ну, методика-то мне для взрослых не очень нужна, а это не пойду. Потом был там следующий, 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 и вроде как мне надо, но не надо. А тут я решила, что, в общем и целом, я готова к взрослым, в любом случае к взрослым готова, хочу освоить, главное, хочу потом общаться с людьми, которые именно нацелены на андрогогику, потому что это тоже моя сфера интереса, я как бы интересуюсь геронтологией, и на самом деле за пожилыми будущее, их растёт количество каждый день, будет расти, и всё, что касается такой педагогической работы с пожилыми людьми, ну, и пожилыми, и взрослыми, оно будет выходить на первый план. Плюс я подумала, что, ну, мне нужно сообщество, чтобы дышать, дышать близким, и я так часто делаю, я хожу не туда, где прописано, что вот так будет, а где я чувствую, что подойдёт. Я пошла и не пожалела ни разу. Да, спасибо, сейчас я, конечно, не очень хочу спросить про курс, но тут привет от Александры Богдановой, на печатаре, привет вам от собаковода с приютской собакой, самой любимой и красивой, вот, подскажите, пожалуйста, подготовка к IELTS, да, не приносит вам хорошего дохода, и откуда приходят студенты, если про прагматическую сторону вопросов, да, вроде как будто бы в нашей, наверное, сфере есть представление, что подготовка к экзаменам более денежная, чем просто General English, вот, как у тебя с этим сложилось? у меня конкретно так же почти, как, можно сказать, General English, сарафан. Тебе сарафан забивает какое количество, сколько ты сейчас ведешь занятий в среднем в неделю? Ну, там по-разному, в целом нормально. Нормально, хорошо, сарафан работает, а как у тебя тогда, я тогда спрошу, потому что у нас на курсе тоже была, ну, мы говорили про, как построить, да, там, условно говоря, откуда приходят клиенты, глобально, да, я здесь вижу два варианта, меня потом на одном из потоков поправили, или же там, в принципе, может быть, три варианта, ну, глобально два варианта, да, это, ну, сарафан, да, управляемый или нет, там, условно говоря, и блогинг, да, который, ну, в общем, ты берешь и занимаешься, или еще есть вариант, который мы на курсе не рассматриваем, но это продвижение через всякие платформы, там, типа, ну, агрегаторы, преподаватели или нет. В общем, глобально, как ты, что ты делаешь, может быть, ты можешь поделиться секретом, если вот в самом, представляете на твой сарафан, что ты такое делаешь, чтобы к тебе люди приходили, потому что не у всех работает сарафан? Ну, честно говоря, наверное, не смогу поделиться, потому что оно само, особо сильно, да, аналитикой не занималась, как раз на самом деле пришла, потому что на курс еще, потому что как раз рассматривала блогинг, и рассматривала вот разные платформы, я пыталась все это оценить, потому что силы конечные, и прикладывать их в ненужных местах не хотелось бы, мне прям нужно было как-то посчитать и сорганизоваться в этом плане, куда прикладываться, и курс мне в этом очень помог, на самом деле, он меня просто научил считать, неважно, что там не было про вот эти платформы, но это все можно допилить самому. Важна сама концепция того, как это делается, она там была, она там есть, и она замечательная, и она держит в тонусе, и вообще посчитать я очень люблю, потому что математику очень люблю. Да, я тоже, мне кажется, я в школе в какой-то момент никогда не хотела быть преподавателем иностранных языков, даже мысли такой у меня не было, ну, то что я не хотела, в смысле, не было такой мысли, вот, но преподавателем математики я очень хотела быть, меня всегда сажали со всеми двоечниками, чтобы я им быстренько что-нибудь подсказывала, обучала математикой, это что-то, что я просто обожала в школе, наверное, примерно так же, как и языки, а может быть, даже больше. Поэтому, видимо, теперь все, кто приходит на курс, у всех есть таблички, подсчеты, ну, естественно, в нашей работе, то есть одно дело любить математику, а другое дело любить считать деньги, да, это тоже две разные, вообще-то, совершенно вещи. Ну, я бы даже сказала, что мне на курсе помогло не столько подсчет денег, сколько подсчет всего остального, потому что деньги-то как раз посчитать в общем и целом, ну, это первое, что приходит в голову. Но в моем случае у меня была сложная задача, мне нужно было посчитать ресурсы. Под ресурсами ты имеешь в виду? А вот под ресурсами все. И мои знания, и мои силы, и мое вдохновение даже, я бы сказала так, да, но на самом деле, ну, сколько мы возьмем, например, аниматора, да, или там, на самом деле я считаю, что человек, занимающийся с малышами, это аниматор по большому счету в одном лице с учителем английского языка. Вы не сможете провести, да, семь занятий, одинаково подпрыгивая? Ну, нет, ну, максимум там, три-четыре, то большой вопрос. Поэтому, вот, все это обсчитать, это важно, чтобы не построить планы, даже не то, что они несбыточные, а как вот у нас в обучении, да, важно очень закреплять успех, чтобы не случился неуспех, и ты потом такой, нет, нет, ты вообще, нет, только не это. И мне курс прям очень помог в этом плане. Я очень рада. А какой, может быть, если там главный вывод в этом плане, то есть, что тебе эти подсчеты дали? Точно, что планы я поменяла. Когда я приходила, у меня были планы, и они были, знаете, такие, пан или пропал. Ну, как в большинстве случаев, да, либо быстро, либо никак. К концу курса отлично вырисовалась такая вот концепция, как конкретно медленно, размеренно, даже не медленно, размеренно можно идти. Вот это ощущение того, как разложилось на шаги дальнейшее, всё, и рост в самом уровне, и сами шаги там, по продвижению, бухгалтерии, по всему, она появилась такая вот просто ясность, прям реально на бумаге. Сразу такое, ну, знаете, когда вы мечетесь перед сбором в аэропорт, вы вспоминаете, ой, я в прошлый раз список составил, ой, и вы его открываете, и галочка, 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 и вы ничего не забыли, думаете, господи, как хорошо, что я его составил. И вот я вышла с таким вот списком, я бы сказала, с курса. Слушай, а я тогда хочу ещё спросить, вот я про это, прям поняла это, я очень рада это слышать, потому что это, собственно, было задумкой курса, но, естественно, когда он, ну, задумал, он, в принципе, довольно молодой курс, да, то есть сейчас прошли четыре, ну, вот сейчас идёт четвёртый поток. Я вообще принципиально всегда хожу только на молодые курсы. Молодые курсы. Раньше старалась прям самые первые потоки всегда брать. Слушай, это правда, я, допустим, сама сейчас как участник была в первом потоке курса для онлайн-школ, и потом я зашла туда же на второй поток, и я прям заметила разницу, даже просто, ну, по настроению, по энергии, не могу сказать, что стало хуже, просто первый поток это всегда что-то такое бесшабашное, ещё, может быть, оно недоделанное, да, но в первый поток вкладывается очень много энергии, то есть это, наверное, для тех подходят первые потоки, кто готов этот вот хаос выносить и сам, если что, что-то брать, потому что получить в итоге там можно больше. Последующие потоки, они более организованные, и, наверное, тем, кто может быть чуть более стеснительный или какой-то такой, наверное, подходят больше следующие потоки, где уже всё продумано, и ты ничего не пропустишь, тебе не нужно самому, значит, там, ухо востро держать, вот, поэтому, да, есть такая разница, ну, у нас, допустим, четвёртый поток по энергии очень похож на первый поток, это очень, причём, да, потоки почему-то отличаются друг от друга, я ещё не раскусила, конечно, эту штуку, то есть почему-то четвёртый поток так фонтанирует, что мы с Мариной не успеваем проверять домашние задания, хотя на первом потоке у нас было около 50 человек, а на четвёртом потоке там 20 небольшие, ну, короче, пока всё это непонятно, но я согласна с этой идеей, что прям, если есть возможность, если есть соблазн, наверное, куда-то зайти, и курс только начинается, я бы заходила, ну, для меня, да, для нас с тобой, мы явно такие, ну, любим немножечко риска, вот, слушай, но при условии, да, что курс довольно, ну, как бы новый, я сама, то есть у меня есть идея, да, что должно получиться в результате, и я каждый раз, когда от кого-то слышу подтверждение, что да, получилось, просто я в голове очень радуюсь, но у меня тогда к тебе ещё такой вопрос, если вот мы это про бизнес-сторону, там у тебя были примерно понятные ожидания, да, и примерно понятное, что ты хочешь получить в конце, а вот именно про методику, да, здесь тоже про обучение методики хотела спросить, потому что ты сказала, ну, типа, ну, методика обучения взрослых, ну, как бы, зачем она, зачем она у них? Ну, да, как пошло? именно с взрослыми я, ну, со студентами я работаю, но там рекоментирована в общем и целом рабочая программа, нет, конечно, в любую рабочую программу можно всё, что угодно как-то там сплести, там ограниченные инструменты, и, ну, не то, что я скептически шла, но, скажем так, то, что дадут много и хорошо, я даже не сомневалась, вопрос в том, сколько я возьму, смогу взять, я, например, поэтому не иду на селту, потому что, а некуда, некуда, я не смогу столько взять, ну, а есть же низкоинтенсивная селта, которая, ну, размаживает, ну, даже низкоинтенсивную, я вот, да, на данный момент не смогу, а самое главное, ну, как бы, для чего это мне, вот эти Китиян Лёнес, когда я училась, это просто была одна сплошная феерия, я просто летала там на крыльях, ну, собственно, я на высшие бенты сдала, там я уже не помню, сколько баллов, по-моему, одна ошибка у меня всего была, просто вот прям, потому что это прям то, что я хотела, у меня были ожидания, что я что-то почерпну, на самом деле, я уже давно учусь, когда беру книжку или читаю, если там есть три-пять хороших идей, это уже вообще просто вау. Хорошо, а какие, может быть, идеи ты взяла тогда с преподавания методики от нас? Ну, и, значит, мне очень понравилась идея про упрощение, на самом деле, мы очень часто идём на методику, чтобы что-то взять, а иногда надо что-то положить и убрать. обратно вернуть. Так, разверни немножко подробнее, что ты имеешь в виду. Ну, мне очень понравились там разные идеи по тому, как упростить жизнь преподавателя на уроке, грубо говоря. То есть можно делать много лишнего и в подготовке, и внутри самого урока, которое на самом деле не даёт того результата, к которому мы стремимся. И можно просто перестать что-то делать, передав инициативу ученику, и это его продвинет больше, чем если мы будем за него делать. И с взрослыми это вообще стопроцентно, но с детьми тоже работает очень хорошо. С подростками наверняка. И в общем и целом в этом и есть задача. И очень часто, например, я как раз увлекаюсь тем, что уже можно ходить ногами, а я ещё не несу на руках. Вовремя поставить, и так это пуш-пуш-пуш. Да, это очень мне понравилось, потому что если держать на этом фокус, то урок, правда, становится более результативный. Вот не перебарщивать с вот этой вот помощью и с тем, что всё разжевать и заложить, и отработать, и так далее. Мне очень понравилось как раз тот урок, который смотреть на самом деле тяжело очень. Я поняла. Да. Я очередной раз поняла, что паузы — это очень важно. Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста, я перебью, расскажу, да, или ты расскажи, что за урок. Надо рассказать людям, что за урок, который смотреть тяжело. Ну, наверное, лучше ты расскажи. Экспериментируй с Эндрю Воклой, правильно же, ты про этот урок говоришь? Да, да. Вот. Мы начали с ним в 2019 году, я стала обучать его русскому языку как иностранному. Представляете, что я не профессиональный преподаватель русского как иностранного, хотя у меня есть даже корочка на эту тему, да, но глобально в лексическом подходе я это делала первый раз. Плюс мне было капец страшно, потому что это автор книги Teaching Lexical, и я буду его учить. Какой ужас. А он будет смотреть, как я преподаю. Не даже смотреть, а он будет внутри моего преподавания. Вот. И когда мы с ним начинали, действительно, был эксперимент, да, то есть мы какие-то вещи пробовали, он мне давал обратную связь, что-то еще туда-сюда, потом мы, я переводила сначала Outcomes, потом я нашла учебники, в общем, и в процессе, ну, в общем, мы шли-шли-шли, идем, по-прежнему там вялотекуще экспериментируем, но глобально, да, я в какой-то момент поняла, что, допустим, я сама очень много чего поняла про преподавание через преподавание родного языка, просто взять, перевести, как ты преподаешь английский на другой язык, потому что другой язык, немножко другие правила, другие особенности всего, и оно вот так легко не переключается, в общем, я поняла, что есть у нас курс про преподавание взрослым, ну, пример того, как мы работаем с Эндрю, очень показательный, потому что это пример работы с начинающим уровнем, да, там, А1, А2, да, в зависимости, вот там, я практически все уроки, что у нас были с ним, они у меня все записаны, они где-то лежат, я все надеюсь, что однажды я доберусь, все хорошо проанализирую, из этого тоже соберу какой-то материал, я надеюсь, что это получится, я делилась вариантом, как, хотелось бы показать пример, как вместе со студентом создавать текст на уроке и как это делать с человеком, ну, с учеником низкого уровня, и я нашла наш урок с Эндрю, просто вспомнил, что был подходящий урок, пример, нашла его подать, запросила, конечно же, у Эндрю разрешение, да, не против Леона, скинула ему фрагмент, я поняла, что надо выложить весь урок, чтобы преподаватели видели правду, а правда, она такая, что, ну, когда ученик уровня А2 пытается разговаривать, это не весело и не прикольно никому, ни с какой стороны, потому что это долго и мучительно, а часто мы, как учителя, мы очень не любим паузы, я просто замечаю по себе, как по ученику, иногда бывает, я думаю, я слышу, как преподаватели быстро мне начинают подсказывать, а в моей, во мне, в моем мире много времени еще не прошло, потому что я медленная, потому что это низкий уровень, вот, и я посмотрела и понимаю, что со стороны, я прям просто, когда выкладывала этот урок, почему Дарья такой комментарий сказала, что урок, который смотреть тяжело, я там и так и написала, я, по-моему, видео записала, что смотреть эти 30 минут реально тяжело, но в моменте, когда ты преподаешь эти 30 минут, тебе не тяжело, то есть я как, я тогда просто, ну, по-другому ощущалась с этого дурака, что ты просто ждешь, да, и каждый звук, каждое слово, которое произносит человек, это просто радость, потому что ты понимаешь, что у него получается, но со стороны смотреть это тяжело, поэтому я так прокомментировала, и поэтому Даша написала, что ты сказала тот урок, который смотреть тяжело, и мне, конечно, было немножко волнительно его выкладывать, но условно говоря, ну что же подумают обо мне другие коллеги, да, которые пришли ко мне учиться, ведь должны же быть, ну, я же автор курса, у меня должны быть там фейерверки, там ученик должен успеть сделать 115 тысяч заданий, но мой курс как раз не про это, да, а про то, как я считаю нужным, как я, и Майкл Луис, где-то мой дорогой лежит, вот, да, соответственно, полезный, поэтому я решила выложить, и мы получаем, и оказывается, я была уверена, что никто его смотреть особо не будет, что все будут там, тыр-пыр посмотрели, а при этом я получаю обратную связь с учителей, да, что, ну, с благодарностью, что спасибо, что посмотрели, что какие-то вещи становятся понятнее, вот, короче, длинная история получилась, аж коротко не вышла, так, теперь надо рассказывать, ты смотрела тот урок, и... Да, я сейчас поняла, что я думала, что он длится полтора часа, да, все по ощущениям, да, полчаса, как полтора, да, для тебя, я помню, там 24, там, или что-то 30 минут, полтора часа мы с ними занимаемся точно, это мучение, вот, ну, я точно помню, что мне показалось, что это прям, ну, очень долго, и я подумала, что насколько тяжело мне, как педагогу, выдерживать паузу, действительно, хотя, возможно, что вот ученику, получается, такому, фактически идеальному ученику, прям, ему этого времени прям тока-тока на то, чтобы все это как-то вот прогнать через систему, составить, скомбинировать и так далее, то есть вот это я забрала в копилку паузы, потому что на самом деле пауза это самое сложное, так же, как и в музыке, чем померить длину паузы, чем ее там, и вот эти паузы я забрала себе, гугл-документы я, конечно, тоже забрала себе в копилку, я еще... Но тебе урок как в итоге, да, про паузу мы поговорили, то есть как, может быть, как тебе в итоге показалось со стороны студента, там, что, может быть, ценность была этого, ну, вот урока, который мы выложили, то есть почему в итоге ты решила, что... Ты, наверное, так, вот, почему ты решила, что пауза это хорошо, а не, боже, какой ужасный урок, я так делать никогда не буду, несмотря на то, что это было, ну, как бы, тяжело и смотреть тяжело, ну, понятно, что когда человек уровня 2 долго пытается что-то сказать, тяжеловато смотреть, если ты невлюбленными глазами учителя на него смотришь, да, в этот момент, ну, его непосредственно, то есть почему ты, все-таки это был аргумент за, а не аргумент против? Ну, я представила себя, если честно, на французском, я, наверное, как раз из тех, кто хотел бы, чтобы ему все положили, он наизусть выучил, и потом этими фразами говорил, но, но, и получилось бы чистенько, получилось бы чистенько, грамматичненько, получилось бы. Да, но месяца бы через два я бы сдалась, потому что я бы перенапряглась, ну, вот этим зубрёжкой, и это самое частое, что происходит в спорте и в изучении иностранного языка, когда взрослый вначале очень с мотивацией берётся, а потом всё, потом всё выгорает, и я подумала, что вот такие паузы, особенно для взрослого, они очень нужны, потому что получается, что он понимает, осознаёт, что ему трудно, то есть с самого начала он осознаёт, какую большую, нельзя это, это очень сложно обесценить, это вызубрил, и оно вот было тяжело, ты потом забываешь, и оно как бы, оно само у тебя в голове, и очень часто это обесценивается, иногда прям приходится вернуть ученика и сказать, смотри, сколько ты уже выучил, он говорит, да ну какая-то ерунда, я же вот про это не могу поговорить, про это не могу поговорить, а здесь обесценить очень сложно, потому что в моменте настолько трудно, пауза так тяжела, что в целом почти как на приёме у психолога, ты просто помнишь, что тебе было так трудно, но ты остался в живых целом, и ты такой гордишься этим, что ты как-то, в общем, это прополз, и обесценить это правда сложно, потому что ты произнёс, произнёс, мышцы как бы рта работали, и это ничего, ну уже не отменить. Мышцы мозга. Слушай, такая интересная мысль сейчас, я её мне прям, я, наверное, её в таком ключе не думала, и сейчас тебе за неё благодарна, как раз действительно, что ученику на уроке действительно там трудно, да, в хорошем смысле слова трудно, да, то есть когда он производит, допустим, он пытает что-то сказать, что он хочет сказать, и он в конце это говорит, и он, значит, с него семь потов там, условно говоря, сошло, но он там это сделал, и он понимает, что, условно говоря, язык, а язык учить это не так просто, оказывается, да, в сравнении с чем-то, где, допустим, каждый раз, да, на уроке создаётся прям супер ситуация успеха за счёт таких вот простых маленьких заданий, там, те же, почему люди любят грамматику, да, там задания прорешать, какие-то вещи, потому что это очень быстрая ситуация успеха, потому что в целом, ну, сложно запороть, что ли, это упражнение по грамматике, они довольно, ну, то, что они недовольно простые, да, но они в целом простые, потому что, ну, то есть объяснили, отработали, то есть там в целом механизм, они для этого и сделаны, да, то есть они не подходят под уровень, это хорошо и правильно, но прикол, да, в том, что как будто бы на занятии кажется всё легко, да, вроде как мы идём легко, всё весело, а потом ты попадаешь куда-то и думаешь, какого чёрта я не могу сказать, понять там вот это вот всё, и, наверное, да, создаётся очень сильный контраст между тем, что ну как, вроде как всё легко, но у меня не получается, а здесь ты реально в процессе понимаешь, так, о, мы здесь надолго, мы здесь надолго, и ты осознаёшь это, и ты дальше уже входишь в это как ученик более, простите, осознанным, да, ну, в том плане, что ты понимаешь, что это не будет легко и что тебе будет сложно получаться, но ты будешь каждый раз видеть свой этот шаг вперёк, и это действительно невозможно обесценить никак уже, да, вот это такой труд что ли другой, я думаю, что это мысль надо докрутить, мне она нравится, спасибо. Мне ещё кажется, что там и мотивация, ну, дело в том, что эти трудности ты создаёшь себе сам, это не автор учебника что-то тут напридумывал, не преподаватель тебе тут нарисовал на доске, а ты хочешь эту трудность преодолеть. Ты хочешь сам это сказать? Ты сам придумал, сам с этим и, так сказать, вот, пытаешься это решить, и, в общем, мне очень понравилось, особенно когда я подумала о взрослых, там, с детьми, это требует, конечно, немножко такой, ну, какой-то рихтовки, да, но в целом это вот очень важно, вот эта пауза, пауза напряжения. Слушай, мне будет интересно потом, когда ты тоже попробуешь побольше сама таких, как в преподавании, ну, самой, потому что я вот помню свои ощущения, то есть я в моменте, допустим, я очень люблю работать с бигиннерами, очень люблю работать с начинающим уровнем, потому что у меня, наверное, ну, вот, то есть мне в этих паузах легко, то есть я сама не чувствую напряжения. Просто бывает, нужно понимать, что прям учитель сидит и нервничает, когда же ты уже скорее скажешь, что это, но мне, у меня даже мысли, иногда кажется, блин, наверное, надо было уже помочь в какой-то момент, вот, у меня наоборот, то есть как бы, то есть я это, ну, есть, я думаю, что у нас у всех есть какие-то, все равно мы все склоны, у нас немножко разные там темпераменты, да, там и так далее, то есть кому-то действительно проще работать с высокими уровнями, это хорошо и правильно, надо работать с высоким уровнем, кому-то хорошо, поговорить, у меня высокая стемп речи, но именно в преподавании я прям обожаю низкие уровни, и мне эти паузы, я в них как будто бы растворяюсь в этот момент, то есть я просто как в слух весь, я сразу начинаю думать, что он, пытаюсь догадаться, что человек хочет сказать, чтобы это написать, и вот эти вот вещи, то есть они не воспринимаются мной как тяжелые. А когда ученик, да, тебе тяжело, я просто сегодня с утра был французский в том же подходе, и ты, конечно, начинаешь говорить историю, такой думаешь, да я же сама захотела эту историю рассказать, ну зачем, я сейчас так мучаюсь, мне тяжело, я сама же хочу ее рассказать своему преподавателю, меня никто за язык-то не тянул, и это действительно прикольно, и в этот момент подключаются просто все ресурсы организма, и вдруг ты начинаешь говорить какие-то вещи, тоже коллеги пишут про преподавание в взрослом на логическом подходе, когда ученик сам удивляется, что он тут сказал, и почему-то сказал правильно, вот, и каждый раз, когда ты говоришь, и учитель кивает, ты хочешь сказать, я правильно сказал? Да-да, правильно, и думаешь, как? Как это произошло? И это очень клево, потому что это происходит совершенно как будто бы автоматически. Тут Ольга пишет, что хочу тоже прочитать, видимо, про нашу, вот мысль твою про тяжело. Оля пишет, получается, что и вот эти таблички I can внешнее подкрепление, поглаживание, возвращение, а смотри, сколько уже прошли, это все внешнее от ума. Да, вот мы работали, по крайней мере, мы с Олей работали просто в одной компании, мне кажется, мы там тоже делали, то есть, когда в конце урока, ну, условно говоря, да, там часто бывает, что в начале урока станется цель, а в конце этим типа там I can do this, this, this is that, вот типа, мне это никогда не нравилось, мы никогда этого не делали, то есть, как будто бы, да, потому что вот Оля пишет про то, что это такое внешнее от ума, а чтобы действительно взять и встроить эту ценность, нужно прочувствовать, вот. Оля пишет, спасибо за эту мысль, очень важно. Я тут с Олей тоже скорее согласна, я вот за это не люблю искусственную постановку цели на урок и подведение итогов. Смотри, теперь ты можешь вот про все это говорить, мне это очень сейчас не близко, хотя раньше я это делала, и раньше мне это нравилось. Работает по принципу, на самом деле, потому что это короткий дофамин, когда вот это I can, I can, I can, а когда ты вот с этими паузами, это долгий дофамин, долгий, и вот это получается, долгий дофамин сложно обесценить. Точно. Сложнее обесценить. Ну, когда вот ты сделал, получил, сделал, получил, сделал, получил, ты, в принципе, выходишь с ощущением, что-то там получалось. А когда это долго шёл, это было больно, это было напряжённо, то это вот и в конце получилось, это получается, я думаю, что если чисто через нейромедиаторы смотреть, это ближе к долгому дофамину, и, соответственно, это всегда более запоминательно. Слушай, если ты не против, я, наверное, вот этот кусочек нашего диалога вырежу, и вот в урок туда вставлю под тот самый мучительный урок, как дополнительный бонусный материал коллегам тоже. Вот я и пришла к результату с вопросом, чего я шла. Так, а чего ты шла, да? Ну, я же шла с созданием онлайн-курса, ну вот, пусть опосредованно, но маленьким кусочком. Маленьким кусочком обязательно добавьте, значит, ты не против. Спасибо. Слушай, финализируя, наверное, наш диалог, то, что у нас с тобой уже прошёл, пролетел просто этот час, я даже не думала, что мы пойдём в такую сторону разговаривать. Всё равно был вопрос от Александры, которая вот тоже с приютской собакой. Вопрос был, наверное, ну, вопрос, она просто немножко чуть позже, да, пришла и не очень поняла твой контекст работы сейчас. Ну, давай вот как раз зафиналим красиво нашу встречу. Ещё раз, если можно сказать, как бы, кому и как ты преподаёшь сейчас, и какая, может быть, тебе сейчас, вот после курса, да, и после там всего, что, да, там было, какая у тебя выстраивается стратегия, как тебе кажется, куда ты идёшь, там, в обозримом или, может быть, не очень обозримом будущем, как преподаватель? Ну, прям сейчас такая зона турбулентности, потому что, как бы, я из найма ухожу, и буду... Найма – это университет, да, ты решила из него... И, соответственно, я ухожу полностью, вот прям основной деятельностью прям станет фриланс. Ты всегда радуешься, чем вот я, когда люди работают... Нет, ну, всё во мне радуется, потому что я вот прирождённый на самом деле фрилансер, я тот, кто умеет себя организовать. Ну, правда, я на фрилансе вставала всегда в 7-5 утра. Это, ну, то есть, для меня это не проблема. То есть, занять себя, чем я тоже знаю, и... В общем, у меня всё с этим хорошо. То есть, когда, например, был ковид, все там... Многие говорили, я вообще не знаю, как жить дальше, что я сижу в четырёх стенах, и я такая... Ес! Коврик раскатали, между занятиями на мячике поприседали, с собакой бежим вокруг парка, жизнь хороша! Ура! Наконец работала моя подписка на балет, я буду его смотреть по вечерам и так далее. То есть, с этим у меня нет проблем, но зато теперь я, ну, я вижу чисто финансово, как это просто оформить. То есть, у меня были просто простые технические вопросы, на которые там дали ответы, потому что даже того же бухгалтера вы начнёте искать. Разброс цен таков, что вы даже не понимаете, чего запросить, и за сколько, и как. Это помогло вот сориентироваться, я не могу сказать, чтобы оно решило все мои вопросы. Оно решило мои вопросы, где это узнать. И чтобы я источнику доверяла, потому что нормальный источник найти не так просто, особенно пользуюсь интернетом. Да, вот. Так что стратегия у меня есть, она ещё в доработке. То есть, я прям, ну, как бы составляю там, пытаюсь составить какую-то бизнес-модель, но в целом очень многие вещи прорисовались, у меня ушло такое состояние паники, когда я вообще не понимала, с чего начать. Плюс я такой человек, который, с одной стороны, очень высоко смотрит на лес, либо как начал, всё, он уже там в лесу с грибами, а под грибами грибница, а под грибницей. И тут, ой, а мы начинали с высоты, да. То есть, у меня вот такой прогал, и курс мне помог вот полетать, знаете, в серединочке, в середину. И как-то её вот закрепить, что нужно туда, не надо заныривать туда, в грибницу. Пока что на верхушках деревьев держимся и чуть-чуть повыше. И это очень важно, потому что мы все специалисты, ну, по крайней мере, я точно специалист. И мне только дай идею, я её сейчас буду копать. А вопрос, зачем? На что я это обменяю? Что будет в итоге? Не то, что непонятно, непонятно, как вообще на него отвечать, с какой парадигмой. Вот это всё на самом деле, так или иначе, я там почерпнула. Ну, по методике тоже. А некоторые вещи по методике, я просто ещё раз поняла, что, ну, всё, я всех уже научила печатать на английском на клавиатуре, кроме кого? А себя? Себя. Так, что ты её себе думал? А, ну, то есть, всех своих учеников я заставляю печатать, что, как бы, за этим будущее. А, слепую, в смысле? Да, своим детям, я говорю, это навык, без которого школу заканчивать нельзя просто. Ну, как бы, всё. Письмо для кореографии вместе со Стивом Джобсом. А для того, чтобы у вас взяли на нормальную работу, вы должны печатать на двух языках слепую. На этом точка. И кто здесь не печатает? Русский забыл, английский не выучил. Кстати, коллеги удивятся, да, но у нас это не является одним из модулей курса, но это как дополнительное видео. Дело в том, что мы, когда работаем в лексическом подходе, мы очень много записываем за студентами. Я в какой-то момент просто заметила сама, что, как бы, я быстро печатаю. Я не могу сказать, что я училась печать слепую, хотя, ну, какие-то вот были вот эти вот все приложения, когда-то давно. Но я то, то есть, но у меня это легко получается на двух языках. Вот, то есть, за счёт, я думаю, практики, на самом деле, потому что я в лексическом подходе уже довольно давно. И я, в принципе, много работаю, то есть, постоянно чуть пишу посты и так далее. Вот, да, и просто в курсе есть дополнительное видео, дополнительный навык, да, который я рекомендую прокачать. Это печать слепую. Этим имеет смысл заняться, потому что оно, в принципе, полезно. Ну, потому что можно было одновременно, сохраняя зрительный контакт с учеником, записывать вот это всё, потому что у учителей очень часто вопрос, а как записывать, когда ты с ним разговариваешь? А вот так ты записываешь. А второй момент, ну, в целом преподавателям, да, если вы собираетесь развивать свои блоги, да, ещё какие-то там вещи делать, то есть, это очень полезно быстро печатать и выражать. То есть, я даже, допустим, понимаю, что я свою мысль, да, допустим, мне проще. Я быстрее печатаю, чем пишу. То есть, я печатаю, наверное, примерно, ну, не то что со скоростью мысли, да, но глобально очень быстро, и я, если я пишу, я могу быстро мысль потерять, а если я напечатаю, вот, то не так. Поэтому, да, я рекомендую в эту сторону начать. Если вы ещё этого не делали, то пора, пора. Вместе с Дарьей можно этим заняться. Даже спасибо тебе большое. Мне было ужасно интересно, ну, и приятно, и интересно, и я рада, что у нас есть добавочка теперь в курс. Вот такой мысль, там, ой, там Оля продолжает дальше. О, Оля, Оля, я вспомню, Оля на четвёртом потоке курса, всё правильно, ты на третьем, я сейчас всё развела. То есть, Оля, знаешь, как это приятно, когда там ты, ну, какая-то мысль где-то формируется, и ты понимаешь, что она где-то кому-то дальше пошла, и там получила своё развитие. Оля, очень рада, что ты здесь с нами. Вот, я, наверное, дочитаю, что Оля написала. Про продолжение, правда, I can, да, про то, чтобы, про ценности, про прочувствование, вот. И Оля продолжает, что это, получается, что это ложь, потому что за один урок ученик ещё не can, ну, так-то, да, короткий дофамин, как фастфуд или соцсети, но потом получаешь ситуации, когда ученик хотел что-то рассказать, но стух, ой, нет, это сложно, я лучше по-русски скажу, я вообще не буду рассказывать, неважно. Тут и совсем другое мышление, и степень автономности, и смелости у ученика должны быть, потому что он понимает, что уже никто его не понесёт на руках, это твоя цитата сначала, сегодняшней встречи, а идти надо самому, и ровно столько, сколько он пройдёт, всё его. Мне кажется, на этом можно. Красиво, спасибо, Оля, что ты поучаствовала с нами в этом эфире, очень красиво, я очень восхищаюсь людьми, которые красиво формулируют мысли, прям классные, лаконичные, на письме, ещё тем более так быстро, пока слушаешь подкаст. Коллеги, всем спасибо большое, что были с нами, Даша, спасибо тебе большое, может быть, если что-то, что-то ты хочешь сказать. Спасибо большое за такую возможность поговорить о методике, прям душа вспорхнула. И нельзя сказать, что мы прям говорили о методике, в классическом смысле этого слова, но действительно поговорить о преподавании, изучении с разных позиций, это действительно кайф, вот. И мы будем продолжать это делать в сообществе, да, у нас в сообществе есть там методический клуб, есть как раз бизнес тоже клуб, который ведёт... Осталось, и... То есть, на самом деле, вот тоже можно к финалу. О том, как... Я, конечно, хотела вот бесплатные занятия английским, это прям было в бизнес-плане, чтобы это было так классно, как оно оказалось. И как бы и так много, и так... Ну, то есть, я не ожидала, я думала, что, ну, будет там раз в неделю или раз в две недели, вот. И тут я понимаю, что практически чуть ли не каждые три дня, и ещё надо в календаре найти время на это. Каждые три дня... Нет, там можно ходить несколько групп при желании, да, если есть время. Нет, ну, там же клубы ещё есть, и получается, что клуб такой клуб... Ну, получается, там, в общем, раз в неделю точно есть, а в некоторую неделю и три раза получается, да, потому что клуб такой клуб эдакий. Ну, тут надо, да, держать себя в руках, что я могу сказать. Да, и ходить на те вещи, которые надо... Я очень рада. Да, я очень рада, что мы в этом плане превзошли. Твои ожидания, сама стоят. Меня хватает, если честно, только на урок английского, на свой, на который я хожу вот из участия сообщества. Вот, и был период, когда я ходила на клуб по фильмам, но вот я надеюсь, что я к нему вернусь, просто он... А, он просто проходит как раз по пятницам, в то время, когда у меня эфир, и мне надо будет перенести, что-то я не рассчитала. Ещё я хочу какую-то, может быть, сделать какой-то раз там, хотя, может, полгода какую-нибудь встречу в сообщество. Надо сделать всех целиком, но я ещё к этой мысли не пришла. Но вот сейчас у нас будет 8 июня, встреча в Москве, ты приходишь, да? Да, да, да. Всё, отлично, отлично. Всё, спасибо тебе большое. Коллеги, спасибо, что смотрели, что были с нами. Вот, следующая встреча. Вот, к нам пришла под конец. Кто любит прийти под конец, обязательно показаться. Это и эта Тося. Вот, главный тоже фанат всех этих встреч. Всё, спасибо большое, коллеги. Спасибо всем, кто смотрел. Даша, отпускаю тебя в твою пятницу. Спасибо тебе ещё раз огромное. До встречи. Вот, коллеги, а мы увидимся через неделю со следующим гостем в подкасте «Путь преподавателя». Обязательно подписывайтесь на канал, если вы смотрите нас на YouTube. Присоединяйтесь к нашему чату курса. Если вам интересно про курс, канал я преподаю взрослым в Телеграме. Или мой личный канал, канал преподавателя-фрилансера Анита Модестова про преподавание фриланс. Там же в Телеграме. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!